Ребята, привет! Сегодня мы будем вам показывать покупки из вкусвилл и из дикси, куда мы сейчас частенько заходим. Рома, уберите, пожалуйста, руки со стола и прекратите его шатать. Башка чешется. ЭТО ПРОДУКТОВЫЕ ПОКУПКИ Так, значит, смотрите, во вкусвилл был взят такой вот мармеладик прикольненький. Я вообще думаю на вкусвилл переходить потихонечку, потому что мне нравится их хороший натуральный состав. Я как занять на цену посмотрю, мне хочется туда уходить, бежать. Ну а что ты за натуральный, надо платить, правильно, ребята? Вы согласны со мной? Если да, то пишите. Вы согласны платить четыре раза больше за продукт? Ну, значит, сколько? Ну, на, ищи, потому что я помню, что 62, но я думала, сама бы бачок смотри, но там какой-то он такой непростой. Такой даже чек депрессивный у меня. 62, очень сколько рубля. Пармелад? 65. 65. А, вот, лукум, который он себе взял с бивной, с клюквой, вот такой вот. Ну, кстати, вкусненько выглядит. Но, по-моему, все-таки отрили как пастилаж, что ли. Так. 91 рубль, да? Ну, ты же по чеку смотришь. Да, да. Так, вот эта мне очень штучка понравилась, 165, по-моему, рублей. Сливочная помадка здесь 200 грамм. Это типа помадка. Ну, это типа, да, но она тут огромная, такая большая. Вся проблема в том, что помадку надо есть, пока она свежая, пока она мягкая. Если она не мягкая, если не мягкая. Дальше мы там, а, и сладкого. Мы там взяли еще рулет бисквитный. 166. А рулет? Да, 166, да? Нет, помадка 166. Ну, я знаю. А рулет 220, как я помню, Ром говорит, 226. Ну, вот. Значит, вот так. Вот такой рулетик, в общем, аппетитный на вид. Ну, попробуем, как он. Будет, это я себе вместо какого-то тортика. Там есть уж тортики, но у них вот тортики все какие-то маленькие по размеру, там, ну, нельзя выбрать что-то действительно такое. В общем, а зачем мне совсем маленький там? Ром, руки составляют. Кстати, увидишь большой, ты от цены просто помрешь от страха. Мюсли запеченные и шоколадные. Вот таки решил взять шоколадные. Мюсли на оливковом масле запеченные. Здесь вот, ну, как прям, я думаю, это очень вкусная штучка. Ну, и натуральная, конечно же. В общем, я буду есть их. У меня сейчас есть, ну, мюсли, но они скоро закончатся. 166 рублей. А, да, и еще, да, 166, ага. И еще вот такая вода. Ну, она, говорит, манго-ромашка по скидке шла. В принципе, хочешь, откроешься, попробуй. И мне дай. Я тоже хочу попробовать. Я хотел две, думаю. Ну, можно было и две взять, потому что. Попрашиваем. Вот. Фарш из говядины синины по стандарту вкус вилл. Вот, взяла котлетки сделаю. Вот так вот. Да, именно. Там был и просто говядина, и телятина. Стоимость фарша 194, да? Там по чеку так же? Я спрашиваю, по чеку так же? 194 фарш. Ой, да. Ммм. Вкусная штучка. Если тебе не нравится, отдай. Мне очень понравилось, на удивление. Я не люблю газированные напитки. Ну, конечно. Я не люблю газированные напитки, но вот это прям очень вкусно. Ну, в общем, вот такие вот небольшие покупочки из вкус вилла. И все это вышло на тысячу рублей. 937. Ну, 937. Почти по тысячу, да? Вот. Так. Значит, давай теперь смотреть, что мы взяли в ДИКСе. Кстати, я воспользовалась 5% скидкой. Это мы не брали основные продукты питания. Если брать основные продукты питания... Ром, давай не будем на эту тему, пожалуйста. Я умоляю тебя. Тысяча озер. Свежесть финского утра. Ну, тут хорошее масло. Произведено из натуральных сливок и все такое. Ну, это хорошее масло. Ушло по скидке, да? 139 рублей для такого масла. На самом деле, это очень хорошая цена. Дальше. 128. Даже так. Это плюс процентная скидка. А, ну, как какая? Пятипроцентная. Да. Которую я пробила. Ла-ла-ла. Смотрим, что у нас черкова. Так. Как лучше без пальмового масла? Значит, венские вафли свареные сгущёнки. Они шли по скидке. И должны были стоить 29 рублей. 28. Это я взяла Диме в школу. По-моему, очень здорово. Две вафельки. А, такие большие и сытные. Ещё и сгущёнка там есть. Так. Теперь у нас пакет с пола. Слушай, может ты возьмёшь? Давай будешь доставать меня. А то мне не очень удобно. И снимать. Ну, если бы у меня хотя бы камера стояла, я её беру. Да, вот тебе чай. А, вот, да. И чай. Кстати, а сколько он стоил? Ты его брала. Ну, так взять чек-то перед глазами. Не ставь только на стол. Ну, сколько чай стоил? Вышёл, знаете, для разнообразия. Чай 37. А, там было 39 написано. Сейчас помню. Так, сливки. 104 я помню, они стоили. Ну, что-то такое. Большая кружка. 109. Вот, кстати, они так и стоили. Когда любят, радуют, дружат и не обижают. Семён 4 года. Ну, это типа для супов и соусов, но такая вот марка. Но, как бы, и что? Мне кофе нравится именно с жирными сливками. Пить с 11-процентными, ну, так. Так, дальше. Что-то пакетом. В общем, Рома все взял. Это моя простакваша. 28. Надо было брать больше. Я говорю, зачем тебе это? Извините. Я думала, это сметана. Кампино Фрутис Иксуэль. То есть, это такой большой, большая упаковка и стоила она по скидке 39 рублей, что тоже очень выгодно. густой. Йогурт со вкусом пломбира и манго. 37,99. 37,99. Сметана. Так, 20%. Ты давай что-то подавай другое в это время. И ищи. 59 рублей. 59. Так, вот мои. Две штуки. По 139 они там дошли. Какая-то такая цена. 139, да. А давайте так, вам Рома будет просто доставать, показывать. Я вам Рома буду снимать. Так проще. Показывай на камеру. И вот она, значит, сегодня в ассортименте. Что это было такое? Да. Что это? Коктейль молочный, шоколад. Ам-ам. И сколько? Держи. Мне как-то это так. Ам-ам сколько стоит? Чеки у них не нравятся такие. Ладно, давай дальше. Ты тогда так долго, господи. Я просто смущаюсь. Ты меня тесняешь. Ну, ты что на камеру долго, что без камеры долго. На камеру еще дольше. Роман. А по цене. Нет? Роман, показывайте дальше. Я вас прошу. Коктейль 18 он стоит. Вареники 49 рублей. Вот. 49 рублей. Я тебя не снимаю, не смущаю. Я тебя не снимаю. Я вообще не важен тебе это когда-то. Давай, 49 рублей. Да? Да? Пробили в этот раз. Кстати, в прошлый раз действительно они нас обманули. Потому что когда я... Причем та же кассир была. Она нам по 79. То есть там прям 49, да, написано? Да. А в Томчике было 79. Она нам без акции пробила. Вот так. А в этот раз они же точно так же. Но с акции. Кстати, очень вкусные. Очень подрались. Натуральные. Хороший здесь состав. С молодой картошечкой. Действительно. Вот так. Очень вкусно. Может всякое быть везем. 218. Веземнадцать. Да? Там было 220. Короче. Филе грудки премиум охлажденное. Ну, этому вот в листиках я буду готовить. Будет вкусно очень. Так. Ну и давай творог. Вот в листиках. А я так не хочу. Ну, давай сюда творог. Творог стоил 49. Вот. Если нас опять же не накололи. Ну и отлично. А, может он так и стоит. Ну тут мало. 200 грамм. Но мне, конечно, хватит. Он стоил 49. 54. Отлично. В смысле дороже что ли? Нет, нет. Он столько и стоит. А. Не поняла. Сколько он стоил? Что ты путаешь то? 49 он стоит или 54? 54 он стоит. А при чем здесь 49? Это ты сказал. Я ничего про 49 не говорил вообще. Господи, Рома. Давай дальше. Натуральный, полезный. В общем, источник белка. Ну, мне говорят 200 грамм. Я себе это взяла. Все? Закончили? Больше ничего нет? Дальше нету. Ну и отлично. Ребят. Ну и на сколько у нас вышел чек? Страшная сумма. Какая общая сумма? 1293 или что-то такое? 1298. 1298. 1298? Ужас. Вот. Ну и что там страшно? Ребят, ну очень классные покупки. Я очень и очень довольна ими всеми. Скажи, как ты вот это купил? Вкусливым. Не хочу, Ром. Хорошо. Ром, оставь, пожалуйста, напиток. Ты же сказал, что мне отдашь. Что ты начинаешь? Так. Газированный. Я в курсе. В общем, ребята, ребята, ребята. Еще хочешь? Вот эта газированность. Я просто не привык, она мне так. Ребят, все. На этом мы с вами не прощаемся, говорим вам до встречи в следующем видео. Ставьте лайк, подписывайтесь и всем пока. До свидания. Пока.